Человек предполагает, а Бог располагает. Гласит народная мудрость. Кто или что ведет человека по жизни? Его планы, его помыслы, его мысли или же его поступки? Что определяет те обстоятельства, которые складываются в жизни Петра Андреевича Гринева? Об этом и пойдет рассказ в сегодняшней программе «Фактор времени». С вами Александр Ужанков. Здравствуйте! Петруша Гринев направляется в Белогорскую крепость, которая находилась в 40 верстах от Оренбурга. Его мысли заняты будущим, то, которое выстраивается в его сознании. Он предполагал увидеть большую крепость, обнесенную высоким валом и, естественно, скрепостными стенами. Когда же он спросил ямщика, скоро ли будет крепость, то тот ответил, да вот, почти уже и приехали, и указал на какую-то деревню, видневшуюся вдалеке. Петруша, конечно, был разочарован. Место крепости он увидел небольшое село с кривыми улицами, покосившимися домами, церквушкой. Он направился сразу в комендантский дом. И вот тут тоже интересные обстоятельства. Он должен доложить капитану о своем прибытии и представиться. Кто встречает его в этом комендантском доме? Василиса Егоровна. Чем-то она напоминает мудрую Февронию из повести о Петре Февронии Муромских. Кстати сказать, она тоже занималась рукоделием, разматывала нитки. Ей помогал некий урядник. Несомненно, здесь возникает некая аллюзия между тем отроком, который пришел к Февронии, и она должна была определить судьбу князя. И вот приездом сейчас в Белогорскую крепость Петруша Гринева. Потому что сейчас Василиса Егоровна тоже в какой-то степени определит его судьбу и его участь. Петр Андреевич представился, и Василиса Егоровна тут же решила его судьбу на ближайшее время. Примечательные слова, которые говорит Василиса Егоровна. Ивана Кузьмича нет дома. Это имеется в виду комендант. Он пошел в гости к отцу Герасиму. Да все равно, батюшка, я его хозяйка. Замечательные слова. Я его хозяйка. Что они подразумевают? Или то, что она его жена, или то, что она хозяйка, то есть командует им, а он у нее в подчинении. Понятное дело, по домострую, да вообще по традиции, муж глава семьи. Но здесь, в Белогорской крепости, все сложилось таким образом, что и сама крепость живет единым таким домом. И хозяйкой в крепости действительно выступает Василиса Егоровна. Она-то всех судит, всех наказывает и всех, естественно, прощает и чем-то награждает. В разговоре, который сопутствовал знакомству Петра Андреевича с Василисой Егоровной, прозвучала еще одна фамилия – Швабрин. И Василиса Егоровна охарактеризовала этого молодого человека, который пять лет назад был переведен из полка к ним в крепость за душегубство. Кого-то он убил на дуэли. Именно с этим молодым человеком на следующий день и познакомится Петр Андреевич. Швабрин сам к нему придет, чтобы завести знакомство. По сути дела, здесь уже начинается соперничество. Мы еще пока его не видим, но два героя сошлись. Параллель возникает, естественно, с Евгением Онегиным. Правда, здесь немножко по-другому разворачиваются события. Не Евгений Онегин, приехав в деревню, а Ленский, приехав в деревню и свел знакомство с Евгением Онегиным. Швабрин производит не очень хорошее впечатление с самого начала. Не только внешне, но тем, что он очень негативно характеризует всех. И Машу Миронову, дочь капитана, и Василисы Егоровны, и саму Василису Егоровну. Да и вообще он не очень расположен к людям. При первой встрече Маша Миронова не произвела никакого впечатления на Петрушу Гриневу. Белолица, круглолица, ну и вообще очень скромна. Единственное, на что он обратил внимание, у него сильно горели уши. По-видимому, от смущения. Она действительно не произнесла ни слова, только изредка поглядывала в сторону Петруши Гринева. На следующий день, когда сердобольная хозяйка, комендантша, устроила обед, на который пригласила Петра Андреевича, он более подробно рассмотрел Машу. Конечно же, матушка поинтересовалась у возможного жениха о его родителях. «Много ли душ? Оказывается, около трехсот. Надо же, какие богатые!» Подумала и сказала Василиса Егоровна, поскольку у нее из крепостных душ была всего лишь служанка Палаша. Но женщина очень простая, любящая свою дочь и желающая ей хорошего мужа. Поэтому она и сетовала, что не может дать хорошего приданого за своей дочке. Сама же Маша Миронова весьма смущалась этому разговору. Но, по-видимому, Петр Андреевич произвел на нее самое благоприятное впечатление. При всем этом присутствовал и Швабрин. Вел он себя несколько нервно. Совершенно очевидно, что ему эти разговоры не очень нравились. Мы наблюдаем, как постепенно разворачивается конфликт между двумя людьми – Петром Андреевичем и Алексеем Ивановичем Швабрином. По всей видимости, Швабрин тоже неравдоношен Марии Ивановне. И об этом мы узнаем уже в последующем повествовании. По словам Петра Андреевича, жизнь в Белогорской крепости спустя неделю сделалась не только сносной, но даже приятной. Понятное дело, что это стало возможным благодаря такому особому расположению Василисы Егоровны и Ивана Кузьмича к Петруше Гриневу, да и, собственно, расположению Маши. В скором времени они сошлись, и он увидел многие положительные черты у Маши Мироновой. Правда, матушка ее как-то охарактеризовала, что она большая трусиха. Как-то на день рождения своей супруги Иван Кузьмич решил отметить день рождения салютом и стал палить из единственной пушки, которая там у них была. И Машенька очень сильно испугалась. Ну, настоящая трусиха. В любом сюжетном повествовании обязательно нужно, чтобы не только развитие действия, развитие сюжета двигало этот сюжет, но и некие вот такие посылы, ранее сказанные, которые в последующие будут авторам опровергаться. Скажем, Маша Миронова сначала не произвела особого впечатления на Петрушу Гриневу, но мы видим, что в скором времени он переменил свое отношение к ней. Когда матушка характеризует Машу как трусиху, мы увидим, что в последующих событиях Маша, наоборот, проявит себя весьма героически. Иными словами, развитие сюжета будет продиктовано в том числе и о провержении предыдущей информации, которую мы узнали от автора, рассказчика. Самым же действенным развитием в сюжете является конфликт, конфликт между героями. Важно, чтобы в нем был замешан и главным героем. И вот здесь конфликт разгорается между Петрушей Гриневым и Швабриным, который и становится самым главным его противником. Тоже дворянин, тоже офицер, но тот человек, который, по-видимому, не получил таких родительских наставлений, как Петруша Гринев. Он не бережет честь Смолоту. Чтобы получить желаемое, он готов совершать и подлые поступки. Ну, в частности, вызвать на дуэль Петрушу Гринева. Здесь возникает еще одна параллель с Евгением Онегиным. Потому что там была дуэль между Онегиным и Ленским, и здесь, между Швабриным и Гриневым. Но если в Евгении Онегине там хотя бы была попытка соблюсти форму дуэли, то в «Капитанской дочке» нарушаются все законы дуэли. Интересно и отношение других персонажей, чисто русских людей, к этой французской моде. Выяснять отношения путем дуэли. То есть подвергать опасности и свою жизнь, и убивать людей. Иван Игнатьич, которого Гринев приглашает в качестве своего секунданта принять участие в дуэли, замечает. А то, доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить. Как же действительно можно заколоть ближнего своего? По сути дела, здесь все люди православные. И относятся к человеку даже к врагу, даже к тому, кого они не очень-то любят, как к творению Божьему. Значит, может ли один человек лишить другого человека жизни? Конечно же, нет. Василиса Егоровна, которой поручили вершить суд над ослушавшимся Швабриным и Гриневым, замечает. Петр Андреевич, Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я тебя никак не ожидала. Как тебе несовестно? Добро, Алексей Иванович, он за душегубство и из гуардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то, ты-то куда лезешь? Замечательная характеристика Швабрина. Он душегуб и в Бога не верует. Значит, если Бога нет, то все дозволено. Это потом эту пушкинскую мысль разовет Достоевский. А вот сейчас мы видим, как она проявляется в повести Пушкина «Капитанская дочка». Если человек не боится Бога, если над ним нет нравственного закона, тогда он самовластен и будет творить черные дела. И Пушкин попытается это показать в «Капитанской дочке». Чувства молодых людей, Петруши и Маши, все более и более крепнут. И Петруша уже решается сделать предложение Маше, чтобы она стала его женой. Однако, как же быть без родительского благословения? Он пишет письмо своему родителю и просит благословить их. Однако, отец весьма строгий, весьма сурово отвечает на его просьбу. «Сын мой Петр, письмо Твоего, в котором Ты просишь о нас, о родительском нашем благословении, согласенном брак с Марией Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили. И не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я Тебе не намерен, но еще и собираюсь до Тебя добраться, да за проказы Твои проучить Тебя путем, как мальчишку, несмотря на Твой офицерский чин. «Ибо Ты доказал, что шпагу носить еще не достоин, которая пожалована Тебе на защиту Отечества». Весьма важное замечание. А не для дуэлей с такими же сорванцами, каков Ты сам. Что из Тебя будет? Молю Бога, чтобы Ты исправился, хоть и не смею надеяться на Его великую милость. Обратите внимание, родитель тоже надеется на милость Божию, и что его сын исправится. Если нет родительского благословения, то и замирают, или точнее как бы замирают и отношения между Петрушей и Машей Мироновых. Тем более, что новому испытанию подвергается их чувство. Начинается Пугачевский бунт, и Белогорскую крепость осаждают пугачевцы. Испытанию подвергается и поведение офицера Петра Гринева. Он защитник, он должен защищать крепость, защищать тех жителей, которые здесь живут, и должен выполнять свой офицерский долг. Он его и выполняет. Свой дочерный долг исполняет и Маша Миронова, которая наотрез отказалась покинуть Белогорскую крепость накануне приступа. Свой супружный долг выполняет и Василиса Егоровна, которая обличает убийц своего супруга Ивана Кузьмича и равную с ним чашу испила до конца, потому что муж и жена добудут единое плоть, как сказал апостол Павел. Мы видим очередное проявление любви и дочерной, и супружней. Вся повесть проникнута этим удивительным чувством. Любовь к Отечеству и близким своим проявляет в эту страшную для себя минуту Петруша Гринев. Его, как и некоторых других офицеров, взяли в плен пугачевцы. Часть офицеров уже казнили. Очередь приходит к Петруше Гриневу. Я, глядел смело на Пугачева, готовость повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда к неописанному моему изумлению увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Вот вам и свобода выбора. Офицера, который присягал государине, но который, спасая свою жизнь, переметнулся на сторону бунтовщиков. И выбор другого офицера, Петруши Гринева, который выполняет наказ своего родителя. Служи, кому присягнешь. И верно служит до последней минуты своей жизни. Швабрин подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. Вешать его, сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Удивительные последние мысли. Я на что бы хотел обратить внимание. Пугачев когда-то пообещал, век не забуду ваших милостей. И, оказывается, забыл. С другой стороны, смотрите, как легко Пугачев готов отправить на виселицу человека, даже не взглянув на него, и тем самым нарушить данное когда-то слово. А еще удивительный – это молитвенное обращение Петруши Гринева. Смотрите, в последнюю минуту он не о себе думает, а о близких своему сердцу, поскольку он знает, сколь тяжело будет переживание матери и отца уже престарелых людей, когда они узнают о его кончине. Как тяжело будет Маше Мироновой, потому что он не сможет ее уже теперь защитить, и она досталась разбойникам. Как не переживет его кончину и Савельич, для которого Петруша Гринев единственная отрада в жизни, и он всю свою жизнь ему посвятил. И не случайно, что в этом эпизоде Савельич выходит на передний план. «Постойте, окаянные, погодите!» Палачи остановились. Гляжу, Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!» – говорил бедный дядька. «Что тебе в смерти барского детяти? Отпусти его, за него тебе выкуп дадут. А для примера и страха ради вели повесить хоть меня, старика». Вот то проявление любви, которое было у простого дядьки Савельича, воспитателя Петруша Гринева. Он готов умереть за своего барина, выкупить своей жизнью его жизнь. В чем смысл казни Петруши Гринева? Конечно, для страха и остраски. И Савельич это понимает. Но и Пугачев теперь увидел, кого он собирался казнить. Пугачев дал знак, и меня оставили. «Батюшка нас тебя милует», – говорили мне. «В эту минуту не могу сказать, чтобы я обрадовался своему избавлению. Не могу, однако же, сказать, чтобы я о нем и сожалел». Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку», – говорили около меня. «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». «Батюшка, Петр Андреевич», – шептал Савельич, что я за мной, толкая меня. «Ну не упрямься, что тебе стоит плюн для поцелуя?» «Узлать...» «Тьфу, поцелуй у него ручку». Помните тот промыслительный сон, который приснился Петруша, когда он попал в Буран? Но если он тогда во сне, не контролируя своей воли, не захотел подойти под благословение какого-то мужика, то разве теперь, уже осознавая свой поступок, может он поцеловать руку в злодея? Это для Савельича Пугачев и отец родной, и собака, и злодей, в зависимости от ситуации. Но для дворянина честь превыше всего. Петр Гринёв получил свободу. Был ли он ей рад? Чувства его были разные. Дело все в том, что в плену у Швабрина оставалась Маша Миронова. Да, он получил свободу, но сердце-то его не получило, потому что оно печалилось о возлюбленной. На следующее утро Петруша с Савельичем отправляется пешком из Белогорской крепости. В ходе развития сюжета это вторая встреча Петруши Гринёва и Пугачева. При первой встрече милосердие проявляет Петруша и дает замерзающему казаку, бродяге, свой зайчий толупчик. Логично, что при второй встрече такой же милосердие должен проявить Пугачев. Знаменательна их беседа Пугачева и Гринёва, состоявшаяся на следующий день. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная почему. «Что, ваше благородие?» сказал он мне. «Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею. Ящаю небо с овчинку показалось. А покачаться бы тебе на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас же узнал старого хрича». Собака? Старый хрич. Как логично. Но а брат, вспомнил, конечно, Пугачев об этом, вызывает уважение, «Ваше благородие». «Что предлагает Пугачев офицеру, присягнувшему государине?» «Обещаешься ли мне служить с усердием?» спрашивает Пугачев, бунтовщик офицера, русского офицера. Вопрос мошенника для дворянина Гринева. Пугачев все-таки мошенник, и его дерзость показались Гриневу так забавны, что он не мог не усмехнуться. «Что ж ты усмехаешься?» спросил он меня нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь?» «Отвечай прямо!» А это уже серьезный вопрос. Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием, непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, еще ныне самодовольствием поминаю эту минуту, чувство долго восторжествовало во мне над слабостью человеческою и отвечал Пугачеву. Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать тебе государя? Ты человек смышленый. Ты сам бы увидел, что я лукавствую. Это очень важный момент. Психологически даже важный момент. Почему? Потому что Петр Гринев в общем не может ответить прямо. Почему? Потому что если признать государем, Пугачев скажет, а, ваше благородие, и ты туда же, признать его бунтовщиком тоже он не может. Значит, ты не веришь, что я государь? Что остается в эту минуту? Это переадресовать вопрос самому Пугачеву, чтобы он сам на него ответил. Так кто же я таков по ему разумению? Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку. Это опять же такие слова офицера. Слова дворянина. Так ты не веришь, чтобы я был государь Петр Федорович? Ну, добро. Прекрасно он понимает, что офицер и дворянин не верят. Думай про меня, что хочет, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Послужи мне верой и правдою, а я тебя пожаловаю в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь? Нет, отвечал я твердо. Я природный дворянин, я присягал государине-императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Замечательный ответ Петруша Гринева. Смотрите, Пугачев постоянно снижает планку. То он хочет, чтобы его признал государем, если не признает, то, ну ладно, послужи тогда хотя бы мне, ну, за большую плату в фельдмаршалы, пожаловую, или в князья. Тут еще ниже снижается планка. То есть Пугачев говорит, ну, если мне не хочешь, послужи, так хотя бы против меня не слушай. Но и здесь офицер отвечает честно. Если поднадобится его служба отечества, разве он может от нее увернуться? Голова моя в твоей власти отпустишь меня, спасибо, казнишь, бог тебя судья, а я сказал тебе правду. Искренность Гринева поразила Пугачева. Так и быть, сказал он. Казнить, так казнить, миловать, так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Получается, что при этой второй встрече Пугачев действительно проявил милосердие. Он даровал жизнь Петрушу Гриневу. Однако на следующее утро, когда Петруша с Савельичем уже отправились пешком в сторону Оренбургской крепости, их догоняет урядник. У него была лошадь для Петруши и тулуп, пожалованный с барского плеча. Конечно же, этот тулуп напоминает заячий тулупчик, подаренным в самом начале повести Гриневу Пугачеву. Вот теперь Пугачев рассчитывается с Петрушей. Он дарит ему свой тулуп, а вдобавок еще и лошадь. Плюс и полтину. Помните ту самую полтину денег, которую так Савельич не хотел давать Пугачеву. Вот и теперь полтина не дошла ни до Савельича, ни до Гринева. Урядник ее просто припрятал. И трезвомыслящий Савельич, услышав звон монет, спросил, что у него там бренчит за пазухой. А что это бренчит за пазухой? Это уздечка, отвечает Урядник. Не хочет Петруша Гринев, чтобы Урядник в такой мелочи согрешил. Он и здесь проявляет милосердие и говорит, на обратном пути собери полтину и пропей ее. Собственно, для этой цели Урядник и припрятал полтину. Но вот это вот милосердие Петруши вызывает обратную реакцию. Тоже и милосердие со стороны Урядника. Век не забуду ваших милостей и буду Бога о вас молить, замечает он. Именно Урядник, рискуя собственной жизнью, во время осады Оренбурга будет слишком близко подъезжать к стене крепостной. И именно он передаст письмо Маше Мироновой Петруша Гринева. Но об этом письме и взаимоотношениях Петруша и Маше мы с вами поговорим уже в другой программе «Фактор времени». С вами был Александр Ружанков. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова